Все, включил, окей. Доказательства единственности Бога согласно Каламу, согласно исламскому рационализму. Еще раз, Рамбам потом их отвергнет, но нам важно понять, что они пытались сказать. Если бы существовало два Бога, то каждый из них бы ограничивал другого. А это противоречит тому, что Бог всем обучил. Окей, понятно. Два, пункт два. Второй путь. Если бы существовало два Бога, то, по крайней мере, один из них должен быть, иметь разные аспекты. Что-то общее для них, что-то отличающееся. То есть, если у нас, сейчас объясню поподробнее. И если то, что одно отличает от другого, однако составно не может быть Богом. Это очень важный момент. Составно не может быть Богом – это не теорема. Это не аксиома, это теорема. Это презумпция, которую нужно доказать. И мы увидим, что христиане с этим не согласны. То есть, то, что здесь имеется в виду, значит, если существовало два Бога, то они должны отличаться друг от друга чем-то. Правильно? Там один любит футбол, футбольный Бог, а другой любит шашки, шашечный Бог. То есть, есть у них что-то общее, они оба Бога, Боги. А есть что-то отличающееся. Но так, как каждый из них, каждый цитут имеет что-то божественное и плюс любит там футбол или шашки, то он уже составной. А составной не может быть Богом. То есть, это противоречие, значит, Бог один. Третье. Согласно некоторым мутакалимам, воля Бога не имеет субстрата, субстанции, основы. В этом случае два Бога не могут обладать волей. Четвертый. Существование одного Бога, как было доказано, необходимо... Существа нескольких не необходимы. Возможно, оно не необходимо, но Бог необходим. Существует, следовательно, Он единственный. Итак, мы говорили, что все эти пути проблематичны. Опять-таки, Рамбам сам их опровергает в конце каждого из путей. Сейчас увидим, в пятом пути Рамбам будет играть в команде многобожников. Забавно. Мы на прошлом лонике говорили также про бритву Акама. Бритву Акама, мы будем с ней сегодня встречаться. Это такая методология редуцирования, уменьшения всего лишнего. Кому совсем интересно, есть замечательная книга Умберто Эка и Мирозе. Там Вильям Акамский выведен в роли главного героя, некого монаха Вильгельма. Почитайте, увидите, значит, как работает там логика средневекового, значит, монаха. Итак, пятый, последний путь доказать, что Бог один, Едина Божия. Один из поздних мутакалимов, исламских рационалистов, полагал, что нашел апогетический путь обоснования Едина Божия. Апогетический – это логический, абсолютно доказуемый. То есть Аристотель противоставлял диалектику и аподидактику. То есть апогетический 100%. А именно, и этот аргумент – зависимость, то, что Рамбам говорил. Он говорил так. Если один из богов способен единолично делать все существующее, то второй излишен. Зачем нам второй? Такой свадебный генерал. Он нам не нужен. И он не нужен второй. Но если существующее, наша реальность, весь мир, не могло быть завершено в стройном без участия второго, то тогда каждому из них свойственная слабость. Тогда Бог не перфект. Тогда Бог не идеал. Поскольку они зависимы друг от друга, их сущность не самодостаточна. Это вот аргумент зависимости, что можно себе представить, что есть два бога, плохой и хорошим. Сейчас увидим, что Тора говорит на эту тему, на тему двух богов. Этот путь нечитанной, как отцеление пути противодействия. Это первый путь, я напоминаю. Однако, мы же не говорим, что вещь, которая невозможна, она является слабостью. Например, приводит Рамбам. Мы же не говорим о человеческом андивидууме, что он слаб из-за того, что он может сдвинуть груз тысячу кантаров. Кантар – это тяжелая штука, минимум 44 килограмма. Да, то есть, поэтому, от Википедии пишут 45 до 320 килограмм. То есть, мы же не говорим, что человек слаб. Человек силен, потому что он не может сдвинуть тысячу кантаров. Человек не приспособен для сдвигания тысячи кантаров. Для этого есть машина или кран. Мы не приписываем Богу слабости из-за того, что он, Всевышний, не может садить свою сущность телесную, что Бог не может сделать себя телом. Это не слабость, это противоречие внутренне. Или мы же говорим, что Бог слаб, потому что он не может сотворить квадрат со стороной равной диагонали. Квадрат не может быть стороной равной диагонали по определению. Это то, что мы говорили на прошлом уроке, что, да, вот эта вот знаменитая асхоластика может ли сотворить Бог камень, который не может поднять. Поэтому мы же не говорим, что Бог слаб из-за того, что он не может сотворить камень, который он же не может поднять. Это чепуха. То есть, опять-таки, это, опять-таки, логическая асхоластика – это слабость определения, слабость языка. Это не слабость человека или не слабость Всевышнего. Окей. Значит, и дальше, значит, Рамбом долго это все описывает. Поэтому, я пропускаю много, один из мутакалимов, для него так надоели все эти хрящения, схоластически, доказать, что, если, допустим, есть два Бога, в итоге это неверо, значит, он один. Что он сказал? Единобожие воспринимается на веру в силу закона. Опять-таки, для мутакалимов, это, конечно, исламский закон, шариат, макбуль-шариат. Для нас-то, конечно же, галаха. Да, обратите внимание. Остальные же мутакалимы, мудрецы, сошли, это крайне отвратительно, в отличие с президентом, потому что он сказал, но, на мой взгляд, на взгляд Рамбома, тот, кто это сказал, еще раз, единобожие принимается в силу закона. То есть, основа единобожия, основа того, что будет один – это галаха. И здесь Рамбом проступает, как человек-алахи, как человек-мешне-турак. Но я вам говорю, что это человек-чущайно-здрамовысливящий, тот, кто это сказал, этот мутакалим, и невосприимчив к софистике. И поскольку он не услышал в их речах ничего, что должно быть истинным доказательством. Все вот эти вот пять путей исламского рационализма мутакалим неверны. И обнаружил я, что в душах него не находит покоя, да, то это, единобожие, должно приниматься лишь в силу закона. То есть, казалось бы, абсолютно не связанные вещи. Мы видим во второй, в третьей части монахин Рамб разъяснить себя. Ибо эти люди, рационалисты мутакалим, не оставили у сущего никакой устойчивой оправдой. Мы говорили, они говорят, то, что видишь глазами – это чепуха, огонь может быть водой, вода может быть огонь. И все это сделано намеренно, чтобы представить сущие таким образом, чтобы доказать недоказуемо. И жалованцы это некому, кроме Богу. То есть, идите жаловаться, пишут, что они будут и дальше писать, и люди потратят свои жизни доказывать, вот, что Бог один из всех этих вот концептов, что их не может быть два. Поэтому, поэтому мы пойдем в Измарен-Гухим, в комментариях Раба Абонам Мишну, мы говорили, это первоисточник тринадцатых принципов. Значит, и он, короче всего, пишет второй принцип, да, единство, Бог един, нет единства подобного войны. Второй принцип – все единства его перевознесен он. Принцип этот говорит так, так, тот, кто дает начало всему, мы говорили в первом принципе Рамбом, описал Всевышний как Творец, не как Бог, Творец, Боре. Тот, кто дает начало всему, один, его единство не подобно ни единству рода, ни единству вида, ни единству какого-либо сложного объекта, который можно было бы разделить на множество более простых. Ну, например, мы знаем, что материя существует из молекул, да, то есть опять там стол, любая вещь, мы знаем, даже если не будем его разбирать на мельчайшие куски, стол состоит из молекул, так это не то, что у Всевышнего. И нет подобного единства однородного объекта, который эпатетически может делиться до бесконечности. Единство его превознесенного совершенно не подобно никакой из известных нам форм единства. И это второй принцип, что утверждается словами, слушай, Израиль, Бог Всевышний наш, Бог один. Окей. Значит, во-первых, нужно сказать, следующую вещь я сказал относительно вот этого вот второго пути Мутакалим, что он не бесспорный. Почему? Потому что христиане с ним не согласятся. Если мы спросим у христианина, да, значит, он верит на Бога Божий, он скажет, нет, Бог един, а как же Троица? И начнут объяснять. То есть согласно, опять-таки, христианскому концепту, у христианского Бога, значит, там три эдоса, три аспекта, три лика, если хотите, и так далее, и так далее, и так далее. Да, значит, поэтому, опять-таки, это то, что Рамбам, опять-таки, знал теоретически христианцев же в мусульманской Испании, тем не менее, мы видели, что он отвергает этот второй путь Мутакалим тоже. Поэтому пойдем в Тору. Что же нам Тора говорит на это вот предложение, что Господь, Он единый. Итак, это у нас в книге Дворим, шестая глава, первое предложение. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. Опять-таки, это начало шестой главы, поэтому не нужно читать, что была написана до. Раши пишет следующую вещь. Что, во-первых, чтобы вы не думали, что Господь, Бог наш, Он только сейчас, а завтра и в другом поколении, это будет не так, так Он на все времена. Это первое объяснение Раши. А второе, что Он в будущем будет называться единым именем и приводит две цитаты из пророка Цфани и из пророка Захария. Пророка Захария пойдем, это более известная цитата. Другие комментаторы объясняют, Муса Фраши, на основании того, что пишет Талмуд, Брахот, шестой лист, что Господь един, един на небе и на земле и с четырех сторон света. Опять-таки, четыре стороны света, вот этот вот ветер, который дул там у Йова с четырех сторон и разбил там крышу и четыре стены домов с четырех направлений. В любом случае, распространенное заблуждение язычества – это вот, что есть Бог на небе и на земле. То есть, есть дальний Бог. Это то, что Ристотель писал, что есть некий Бог, который там руководит миром в целом, а нижний Бог – это природа, материя, ниже луны, как мы говорили. Это классическое разделение на два. В данном случае, неплохой и хороший Бог, а близкий и дальний. Так вот, естественно, Раши отвергает подобную мысль. И, опять-таки, тоже, значит, все цитируют про Казахарию, что в будущем, то есть сейчас, значит, все народы, они служат кому угодно. Но в будущем они, значит, вот, все соединятся и будут называть Господа единым именем. Талмуд также говорит еще несколько… Здесь воспользуюсь Турат Мима, изданием права Баруха Левепштейна, которое приводит несколько цитатов из Талмуда на, значит, на вот это вот утверждение, что Бог один. Итак, написано в том и проход, шестой лист Амудалев, Таня, сказал Всевышний Израилю, «Вы сделали меня единым во всем мире, как сказано Господь один, это вот история, и я, соответственно, сделаю вас единой единицей во всем мире, как сказано, «Кто, как твой народ Израиль, значит, единый народ в мире». Опять-таки, сегодня, у нас, к сожалению, есть проблема с единством приуэльского народа, но одна из сторон вот этого вот будущего избавления, также, что евреи объединяются, и народы мира объединяются, и все становится единым. Отсюда, значит, опять-таки, в основном Талмуд, конечно, комментирует, как мы читаем, вот этот Кир Ачма, этим, собственно, занимается начало тома Брахот, однако Иерусалимский Талмуд говорит другую интересную вещь, Миканши, Катыш Бороху, Некра Эхад. Отсюда, что Всевышний зовется, его имя один, Эхад – это одно из его имен, да? Значит, есть известный удар, что Всевышний 80 имен, так вот, это один, одно из его имен. Хорошо. Теперь мы пойдем в знаменитого Захарию. Тут уже, конечно, нужно прочесть. Значит, это Захария, 14 глава. Захария был один из последних пророков, да, у нас есть малые пророки, они стоят в конце всех пророков, опять-таки, все, значит, книги пророков расположены хронологично, да, поэтому Захария там, значит, один из последних, и он был действительно Хагаз и Хария Малахи, были три последних пророка. Итак, 14 глава от начала. В тот день будет открыт источник Дому Давида и жителя Мирусалима для окропления и для очищения. И будет в тот день слово Бога воинств «Истреблю имена идолов земли, и не будет больше упоминать их, а также пророков, несущественные пророки, и дух нечистоты удалю из земли». И будет «Если станет еще пророчествовать такой человек и скажет ему отец и мать его родившего «Не будешь ты жить, ибо ложь изрек ты именем Бога». Мы говорили, что лже пророка нужно убить. И пронзят его отец и мать его родившего, когда будет он пророчествовать. И будет в тот день, да, то есть исчезает ложь, и будет в тот день устыдяться пророки, лже пророки, каждое видение своего, когда прорицать будут и не будут надевать власяной плач, чтобы обманывать. И скажет, «Не пророк я, я человек, обрабатывающий землю, бы человек, надел у меня способность воспринимать пророческие видения от юности моей. И скажете ему, что за раны между руками твоими? И скажет он, от того, что били меня в доме любящих меня. И будет на всей земле слово Бога. Две трети жителей в ней будут истреблены, а одна останется в ней. И будут в виду и огонь, значит, опять-таки речь идет про, мы видим про мессианское, значит, мессианский момент, мессианский день. И будет в тот день, наступит день для Бога, и будет поделена добыча твоя, награблена у тебя. И соберу я все народы к Иерусалиму на войну, и захвачен будет город и оскорблены дома, женщины будут обесчищены, и выйдет половина жителей города знания, а остаток народа не истребится из города. Это очень знаменитая автора, мы ее читаем в течение года. И выйдет Бог и будет воевать с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. И будут стоять его ноги, запомнил это выражение, Рамбов его комментирует, в тот день на горе Заятим, на Масличной горе, которая передает с Востока, и расколется гора и образует через большая долина, сдвинется половина на горы на север, половина на юг, и побежит, и побежите долиной гор моих, и будет в тот день не будет света холодного и застывшего, и будет день один, известен он только Богу ни день, ни ночь, и в будь вечерний день появится свет. Это вот тот свет, который в начале сотворения мира упоминается, тот орган Улз, который Всевышний спрятал, так говорят все комментарии, свет правильный. И это же свет Машер. И будет в тот день, выйдут воды живые из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой будет так. И будет Бог царем на всей земле, в тот день будет Бог один, и имя его одно. Это вот то, к чему мы все вели. То есть мы видим, есть некий процесс, опять-таки, мессианский, войны, бедствия, одновременно открытие Всевышнего, вот этот вот скрытый свет, и в конце концов становится имя Бога, Бог один, царь всей земли, имя его един. Смотрим, что у нас пишут комментарии. Окей. «И будет Господь один, что все народы мира, у которых нет Торы, настоящие, у которых нет настоящей Торы, они оставят свои Гевлеем, как перевести правильно, чепуху, неверные вещи, скажем, оставят свои неверные вещи и признают, что он один, и нет с ним никакого другого Бога. Нет двоих, он один. Имя его одно, что его имя будет упоминаться всеми. То есть одно имя будет упоминаться всеми. Опять-таки, то здесь, согласно Раши, на это предложение про Казахарьи, здесь есть два момента. Первое, что на Бира оставляют неверные верования, и второе, что все помнят Бога как единого и называют его настоящими. Мальбем развивает мысль Раши и пишет еще дальше. Вазы я шем и хад и шмой хад и будет тогда Господь имя его едино, что вот эти вот народы, которые признают единство Всевышнего, они раньше, они добавляли Всевышнему разных компаньонов, тонкий намек на одну известную религию, добавили компаньона в руководство или в его имя, или в его память, или в его возвышенность и тому подобное. То есть, Мальбем видит все религии мира или большинство как неких добавлятелей к единству Всевышнего. Каждый что-то, чего-то. Сейчас мы поймем, по какому пути пошли разные добавлятели, Рамбом про это будут намекать. Кто-то добавляет ему компаньона в руководство, чтобы было два. Кто-то в его имя, кто-то в память или другие артистики и так далее. И так далее. В Азиеш, Гамшмой, Хадди, тогда будет его имя едино, что все поверят в единство, когда когда его Ашгаха, божественное руководство миром, его руководство особое будет видно всем, во всем во царстве, в Гамль, и в будущем он будет называться Шема Ваяк Ихти Вато. Он будет называться тетрограмматоном, четырехбуквенным именем напрямую. А почему мы сейчас не называем его напрямую? Почему мы говорим о Шеме и так далее? Здесь я использую переводом Рава Мешкова. Он пишет очень, переводит, переводит красивую вещь. Значит, он говорит так. Имя его едино будет Пазахария, Проказахария. Это комментарий на Проказахария. Существует два пути управления миром. Два пути Ашгаха против Божественного Остана. Первое. По мере милости Мидата Арахамин. И второе. По мере суда Мидата Адин. И этим двум Божественному руководствам мира, путям руководства мира существуют два разных имени. Мидата Арахамин. Мера милости. Есть отводство четырехбутного, четырехбуквенное имя, тетраграмотом. А Мера суда это имя Луким. Бог. Или даже другие бога называются этим именем. Мера милости относится к сущностным свойствам Всевышнего. Увидим, что Раба вам горит на эту тему. И в этом мире не проявляется полностью. И поэтому четырехбуквенное имя в нашем мире остается скрытым. И поэтому его запрещено произносить. Смотрится, оно записано в Торе, мы постоянно его видим. Но в будущем, когда вот Господь единый, имя его едино, когда окажется, что мера суда была лишь средством для предотворения в жизнь желания Бога, то есть это вот порождение его воли, то тогда в будущем останется одно имя. И это вот то, что мы говорили, имя Ихад. И тогда в соответствии с именами Ихад. И тогда люди будут говорить это имя Тетерограмматон напрямую, потому что Бог будет в нашем мире напрямую. Сейчас Бог себя скрывает, и поэтому и мы немного скрываем его имя, называем, говорим о Шем или другими измененными путями. Итак, поэтому опять-таки то, что нам здесь вот важно в целом, что подчеркивается, что опять-таки единство есть единство на самом деле по факту. Это то, что Рамбот писал, что он не подобен никакому единству, даже не состетизм молекул, когда мы что-то не разделяем. Есть единство названия, потому что сегодня сколько религий, сколько названий, называют Бога и так, и эдак, поэтому это как бы две разные стороны одного и того же процесса. Хорошо. теперь мы пойдем дальше, значит, и мы пойдем в третий пункт Рамбома, который опять-таки мы увидим, постоянно возвращаться к первому и второму. Третий пункт говорит о том, что Бог не телесен, Бог метафизичен. «Я верю полной верой, что творец благословенное имя его, он не тело, и не сравняться с ним, не достанут его никакие другие тела, у него нет никакого подобия». Да, то есть, это принцип бестелесности Всевышнего. Здесь, опять-таки, одна из центральных проблем, если хотите, это вот так называемые антропоморфизмы. Как известно, в Торе есть масса-масса мест, где Бог называется рука Бога, глаза Бога, нога Бога. Написано, что глаза Бога следят за землей Израиля от начала года и до конца года. Значит, упоминается, значит, нос Бога, который он же всем признак гнева. Употребляются разные качества Бога, что Бог гневается или радуется. Упоминается престол Бога, есть там колесница Бога некая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Тема эта очень известна, тем не менее, Рамбам ее описывает совсем не так, как мы привыкли. Окей. Знаменитый принцип, что Тора говорит на языке людей, он написан еще в Талмуде, во многих местах. Значит, мы сейчас находимся в Морене Вухим, первый хелик, первая книга, 26 глава. Значит, фраза Тора говорит на языке людей, она из наших мудрецов, в том и Брахот, в том и Вамот, Бава Митси, Асан Ядрин, Шаббат, в Медрашах есть, да, то есть это очень-очень известный принцип. Теперь, как можно понимать, что говорил о Торо теическим языком? Есть тут несколько понятий. Первое, Тора позволяет себе использовать антропом, антропомортные обороты, фанатные для других людей, да, когда мы говорим рука, там, длинная рука Бога, да, есть такое выражение, да, что это некий посланник, да, и мы говорим, у нас длинные руки, да, кто-то за меня там сделает что-то, там, обеспечивает и то или иное, да, то есть поэтому это вот антропомортные обороты, которые люди спотребляют, и они непонятны. Второе, Тора позволяет себе фигуральные обороты, не опасаясь их буквального истолкования, потому что эти фигуральные обороты и люди используют повседневные речи, и следовательно понимают их адекватно и нормально. Ну, например, мы говорим, там, съесть фунт соли, никто не кушает ни фунт соли, ни клиногламы, ни 300 грамм. Да, понятно, что это некая метафорка, что мы с человеком много прошли и знаем друг друга. Поэтому, когда мы говорим, мы там съели фунт соли, всем понятно, да, что мы не фунт ели, а гораздо более тяжелые вещи ели, но мы друг друга знаем хорошо и близко. это пример фигурального выражения, которое людям понятно, да, и поэтому, значит, по мнению некоторых комментаторов, Тора может смело употреблять антропоморфизмы относительно Всевышнего. Да, значит, опять-таки, мы увидим, что у Рамбом, мы потом дойдем, есть теория имен, какими именами мы называем Всевышнего и какими не называем, да, мы увидим, что Рамбом делал концепт имен отрицания, что лучше правильно говорить об отрицательных категориях Всевышнего, чем в положительных, вот, но тем не менее, опять-таки, вся вот эта вот семантика выражений, она близка к тому, что Рамбом потом говорит про теорию имен. Да, значит, и сторонники, есть, опять-таки, сторонники филологической интерпретации писания, языковеды, да, что все язык, да, и поэтому они понимают этот принцип следующим образом, что Тора обращается к людям обыкновенным, использует средства обыкновенного языка, каждодневного, а на самом деле, конечно, про Бога нужно говорить идеальным языком, который не существует. Хорошо. Итак, Рамбом говорит, однако, немножко другое. Рамбом говорит так, что смысл вот этого Тора говорила языком людей, что все, что возможно для всех людей, акцент на всех, не только умных и продвинутых, в комментариях пишут женщин, детей и так далее. имеются люди, которые непрофессионально учат Тору, да, женщины, там, могут не знать евреи, там, есть, например, знаменитый переводный идыш, цена урена, комментарии, значит, на то, женщины не знали евреи, поэтому им перевели на идыш, то есть, опять-таки, они непрофессионально учат Тору, они в домом занимаются, хозяйством, не работали раньше, да, поэтому смысл этого, все, что возможно для всех людей понять и представить себе в начале, размышлений подходит для описания Бога, то есть, вроде как подходит все, включая очеловечивание Бога, как будто, и поэтому описывается Он, все лишние выражения, указывающие на телесность, дабы указать, что Он существует, ибо не постигнет толпам, говорит толпа, для Рамбама, это не совсем комплиментное слово, толпа, обыкновенные люди, средние, мыслящие стереотипно, непродвинутые, но толпа не постигает с первого взгляда существования иного, кроме как телесно. Обыкновенный, стереотипный, средний человек мыслит по аналогии, что Он телесен, так и Бог должен быть телесен, и то, что не есть тело и не присутствует теле для толпы не существует. Вот так. Подобно этому, все, что для нас на языке, для людей является совершенством, приписывается Богу, а все, что не является совершенством, мы Богу не приписываем, Рам вам разъясняем. Поэтому, все, что постигается толпой как недостаток или лишенность, не используется при его описании. В Торе имеется в виду. Не изображается он вкушающим, кушающим, кушающим или пьющим. Более того, Ламударь запрещает смотреть в рот своего раввина, когда он пьет или кушает, что он слишком телесный, как все. То есть, Тора не приписывает ему, Всевышнему, сон, болезнь или несправедливость. Когда пророк Ильяу, значит, устроил конкуренцию с пророками Бала, значит, да, Яштарты, в Хайфе на горе Кармель, они договорились, что они будут первые, что якобы сойдет огонь к нему, огонь не сходит, Ильяу, начинает стих смеяться, говорит, может, ваш Бог заснул? Кричите громче. Да? Такой вот, издевался так. Мы бы сегодня сказали, он их троллил. На самом деле, конечно же, комментарий говорит, что они были не дураками, они посадили человека, чтобы он там поджег всю эту жертву изнутри, но Всевышний попросил змею, и она его укусила, на смерти убила, и это тоже, Ильяу это знал, и говорил, кричите громче, может, ваш человек заснул, что ваш Бог как человек. А толпа, все, что приписывает за совершенство, приписывается ему. Поэтому все, что совершенство, да, то есть, когда человек гневается, совершенство или нет? Понятно, что по большому счету это минус, сейчас Рампа это будет говорить, нельзя сердиться. Но толпа, понимаешь, если кто-то сердится, то есть причина, не просто так, да, есть какая-то логика, кто-то что-то нарушил, поэтому в Торе там сто раз написано, сто раз условно говоря, значит, что Бог там гневается и так далее, да, и так далее, и так далее, и так далее, да, значит, и как тебе известно, движение, движение принадлежит к совершенству живого существа, человеку, да, человек, который он движется, это нехорошо, он болит, совершенству, ибо как необходимо всевому живому, нам, людям, есть и пить, чтобы восполнить то, что разлагается, так необходимо и двигаться, вон у нас люди там на карантине страдают, не могут двигаться, хотят ходить туда-сюда, люди ограничены движение, да, то есть живому нужно двигаться, да, значит, и необходимо двигаться, чтобы достичь того, что подобно телу избегать противоположного, да, значит, и безразлично описывать ли его Всевышнего вкушающим или пьющим, или переписывать ему движение, это все неверно, да, это все неверно, но для человека движение это хорошо, поэтому, значит, в Торе написано, глаза Всевышнего смотрят за землю Израиля от начала года до конца года, Бог все видит, Бог все знает, и так далее, и так далее, то есть все позитивные качества, которые для человека, они в Торе прописаны, очеловечивание Бога, все, что негативно, оно не прописано, хотя, конечно же, конечно же, хотя оно является совершенством только для нас, для людей, а то, что мы считаем совершенством, это крайнее несовершенство для него, однако, если бы, так как это то, что вобрела толпа, то это то, что записано в Торе, то есть мы видим, да, опять-таки, что Всевышний нигтовал Моисею, в соответствии с представлениями и стереотипами, средняя толпа, не обязательно ребенка или женщина, которая, знаете, ты даже не знает, и вритов, да, а с такими популярными, да, наука и религия, популярные воззрения, что такое, что такое плохо по жизни вообще, поэтому, значит, у Бога есть очеловечивание, как на уровне органов, так на уровне мест, и так на уровне действий, движений и проявления каких-то качеств. Поэтому, опять-таки, закрепляя, значит, 26 главу, мы не читали полностью, Тора говорит на языке людей, означает, что Писание приспособляет, о как, что Всевышний приспособляет себя, свои выражения, к понятиям обыденного сознания большинства людей. Вплоть до последних невежд. Поэтому, Бог описывается телесным, физическим, иначе нельзя дать представление о его существовании. Если мы будем описывать Бога, как и Варамбом понимает, то, если кроме Варамбома еще пару каббалистов, мало кто поймет, что же там на самом деле. Ему, Всевышнему, приписывается, этого нет. Движение, поскольку для обыденного сознания это необходимый атрибут совершенства. На самом же деле, категория движения неприменима к Богу, так же, как категория покоя. Данное рассуждение оправдывает внешний смысл выражений «о». То есть, есть внешний и внутренний смысл. «о». Это то, что важно. Это то, что Рамбом, мы читаем в прошлом уроке, относительно тех пяти пути мутакалим, относительно единобожия, что Бог един, что есть хлеб, есть крошки, есть содержимое, есть шелуха. И люди предпочитают взматься шелухой. Вон написано, они будут спорить бесконечно и потратят свои жизни, и будут писать и умножать слова, схоластика, средневековая, о том, как доказать, что Бог один. Хотя по Рамбам это, доказательство, абсолютно другое, лежит в другой плоскости. И мы даже говорили, что поначалу, чтобы не вызывать каких-то проблем, Рамбом временно соглашается, что мир вечен, даже, и не сотворен. А потом докажет обратно. В 27 главе Мурене-Бухим, первая книга, значит, Рамбом продолжает вот эту вот тему очеловечивания, как писание ее описывает. Онкилус празелит, Онкилус агер, знаменитый, который был родственником, кого у нас был родственником, из римских императоров. И он сделал геюр, стал евреем и стал одним из пантеоном мудрецов Талмуда и жил в эпоху мудрецов Талмуда во время Рабиакивы. Он обладал весьма существенным знанием вегрейского и сирийского языка. В сирийске это арамейский, как Рамбом его называют. Сделал своей целью устранение ассоматизма. Ассоматизм это вот эти вот очеловечивания. Поэтому всякий атрибут, придаваемый Писанием Богу, могущий привести к представлениям о телесности, он переводит по смыслу. То есть не буквально онкелус гер изменяет прямой смысл на иврите. То есть чтобы не привести к телесности, он переводит по смыслу не по, как написано по слову, не словесно, а переводит по смыслу, что только подчеркивает, что это метафора. И всякий раз, когда он встречает упомянутые выражения о человечении Бога, указывающие на какой-то вид движения, или, например, движения Всевышнего, он приведет к этому движению смысл раскрытия и явления сотворенного света. Божественное проведение. Так он перевел и спустился Всевышний, явится Господь. То есть не спустится сверху вниз, а явится, откроет себя. Совершенно другой смысл. Тем не менее, это в скобках, фразу Анахи Реды Мхаммед Сраима, то, что Бог говорит Якову во сне. Я сойду с тобой в Египет. Он перевел напрямую. Я сойду Всевышний. То есть у Онкилоса есть принцип. Все антропоморфизмы, очеловечения, он переводит по смыслу, а не буквально. И также все движения он переводит не буквально. А вот это спущусь в Египет, перевел буквально. И это весьма удивительно. То, что он отошел в свою систему Онкилоса. И это указывает на совершенство этого выдающегося мудреца. Рамбом восхищается Онкилосом. На добротность его комментария. Это классический комментарий. Девяносто на их натору. Потому что, понятно, в любой комментарии он же сразу же переводит. На то, что он понимает вещи таковыми, каковы они по сути, а не по словам. Другими словами. И в Торе есть немножко шелухи. Это вот очеловечения Всевышнего. Это чтобы невежды, простые люди с первого раза более-менее что-то поняли. Они сказали, мы ни черта в Торе не понимаем. Это для мудрецов, это не для нас. И Рамбам приводит свое мнение, что ему кажется, почему Онкилос перевел «Я спущусь с тобой», с Яковым, перед тем, как он спасся в Египет. Почему он перевел буквально? Потому что это в ночных видениях Бомарота Лайла. В ночных видениях это было. Это связано с пророчеством. Будем говорить, пророчество у него тут треть книги занимает. И, собственно, много принципов веры тоже. Да, значит, поэтому, опять-таки, даже движения, которые описаны, движения Всевышнего, которые, значит, описаны в Торе, они тоже, вот, например, как Онкилос, переводятся по смыслу, а не буквально словесно. Да? И Рамбам здесь пишет, что, возможно, опять-таки, Онкилос переводит движение «Спущегося в Египет», потому что это было во сне, в сонном видении, или есть другое понимание, потому что что-то фразу произносит ангел. Хорошо. Теперь дальше. О, относительно споров. Мы говорили «Господь един», «Еврейский, «Един», дай Бог». Значит, споров очень много. Рамбам в 31 главе очень интересно описывает природу споров. Почему бы от разногласия в спорах? Классический спор, вот, как нам понимать антропомарфизмы от человечества Всевышнего? Каждый человек имеет меру свою постижение. У каждого своя красная линия, выше которой человек не поймет и не перепрыгнет. Есть вещи принципиально непостижимые для любого человеческого существа. Есть вещи, которые любой из нас не будет знать. Кто-то китайский язык, кто-то ядерную физику, а кто-то там еще что-то другое. То есть, у каждого есть вещи, которые непостижимы. С другой стороны, человеческому разуму свойственно стремятся именно в эти области, где они способны доказать что-то. То есть, когда что-то недоказуемо, строго, туда все и устремляются, потому что там можно спекулировать и вносить себя по полной программе. И это относится, в первую очередь, к теологии, то, что мы с вами просматриваем, и в этом причем множество разогласий в сфере теологии. Согласно Александру Афродисийскому, Александр Афродисийский, то есть, очень известная личность, это такой, для других слов будут упрянуты, не сравнены, Бог, это такой древнический раш. Это один из главных комментаторов на Аристотеля. И вот, значит, все, значит, его понимание Аристотеля, оно пришло к евреям и к мусульманам, как он это описывает. Так вот, значит, он пишет, что есть три причины, по которые, значит, люди впадают заблуждения, в ошибочные мнения вообще и почеловечения Всевышнего в частности. Первое, изостремление в первенстве к спору. Человеку важно победить, не важно, какой ценой, даже если он утверждает неправильные вещи, человек как-то понимает, быть может, а может и не понимает, но если он победил спор, а остальные воспримут то, что он говорил, что это истина. Поэтому первая причина ошибок и заблуждений это стремление к первенству в споре, доказать, я умнее, я круче, я лучше знаю, я читал, а ты не знал, тебя там не было. Я свидетель, что здесь было? Это из этой же серии. Поэтому первое из-за стремления к первенству в споре. Вторая причина заблуждений из-за трудностей предметов, метафизика. Мы увидим сейчас, что Рамбом считает метафизику очень сложной вещью, которую нужно скрывать от большинства людей, он про это писал, мы это читали. И третья причина из-за собственного невежества. Человек даже не спорит ни с кем. Он пытается постигнуть трудный предмет. Он думает, что он постиг, хотя на самом деле не постиг. Но я не понял. Это вот причина, почему в Ишивах изучают Тору и Талмут занимаются в Хавруках по двое и так далее. И еще контролируют свои знания и так далее, и так далее, и так далее. Александр Афродисийский, однако, здесь уже Рамбом, не упомянул четвертую причину, актуальную в настоящее время для нас тем более, инерцию привычных взглядов. Человек очень часто привык, у него есть объемный взгляд на себя и на мир, и он не готов их менять. И это причина его заблуждения. Да, поэтому есть, я говорил, да, значит, такие вот керувщики, люди, которые пытаются еврея вернуть к Торе, к соблюдению заповедей. И это не всегда легко, да, потому что люди говорят, я, может быть, с тобой даже согласен, но свой образ жизни менять я ни в коем случае не готов. Вот так. Да? Значит, и поэтому именно в этом источник антропоморных воззрений простонародья. Рамбам говорит нам, что причина стереотипов простых людей простонародья это инерция. Привыкли. Так мы слышали в детском садике и так мы своим детям рассказывали. Поэтому всегда, когда мы учились в Ешиве, значит, правильно говорили, ну, вы слышали, что идет в детском садике и так-то, и так-то, а на самом деле дальше началось опровержение. Да? Поэтому, опять-таки, именно поэтому одна из причин веста вернуться по матери то, что мама в детстве рассказывает ребенка. Он простонародья всю жизнь, основывал его стереотипного взгляда на мир. Поэтому, если там рассказывали, что рука Бога тебя настигнет и покарает, если ты там, не знаю, раз-два-три делаешь то, человек будет в этом убежден довольно долгое число лет. Да? Поэтому, вот эти вот, про это сегодня многие, и не только сегодня, окей, сегодня, потому что сегодняшний детский садик существует с 20 века. Поэтому, современные раввины чрезвычайно жалуются на воспитателей детского садика. Потому что, они такого наговорили детям, они таких стереотипов детям наговорили, таких сказок им рассказали про Тору, про Моисея, про еврейский народ, что люди, будучи взрослыми, уже не готовы отказаться от этого. Это уже часть их я, это часть их сути. Понимаете? Да? Значит, поэтому в наше время, поэтому вот эта четвертая причина, она нам важна. Инерция мышления, привычка, стереотип. В наше время существует четвертая причина, которой он, Александр, не упомянул, поскольку у них ее не было, а именно это привычка и воспитание. Ибо человеку по природе свойственно любить то, к чему его приучили и испытывать к этому склонность. В скобках это проявляется не только к тому, что человеку говорили, но, например, то, что человек кушает. Каждому вкусно то, что вы кормили в детстве. Это известная вещь. Поэтому, когда мы там встречаемся в Лумане с разными, время со всего мира, там есть яшкинаская еда и сифарская, и сифарская еда. Они говорят там, однажды нам принесли холодец, а не все в него дали, не могут этого кушать. Отличная еда, давайте всем. Как вы можете кушать холодец? Ведь он невкусен. Я говорю, он вам невкусен, потому что его с детства не ели. Я его с детства ел, я его даже готовил, поэтому мне он вкусен. Поэтому каждому вкусно то, что он кушал с детства. Каждый любит музыку, которую он слушал с детства, книги и так далее. Все, все абсолютно. То есть то, что человек, в чем он рос, поэтому именно в этом опять-таки заключается проблема, скажем, извинить свои пути, скажем, сделать шуву, вернуться к торе, к заповедям, да, что-то, это очень, очень и очень чрезвычайно тяжело. Именно поэтому не только на одна из причин, когда, Талмуд говорит там, значит, чтобы наказать человека, то есть некий Галмуд, изгнание, живет в другом месте. Человек живет в Иерусалиме, говорит, в Галилее, жил в Галилее, живет в Иерусалиме и так далее. Рабейну Юна, мы говорили, что его ученики там сжигали трубы Рамбана, Мишна Тора, Рамбама, Мишна Тора сжигали, это он вот воспринял сожжение Талмуда на Париже в начале XIII века, воспринял как мера за меру, то, что его ученики сжигали книги Рамбама, и он сам на себя вот наказался Галутом, изгнанием. Он изгнал себя из Испании, из Жирона и ехал в Израиль в Париже тогда, в Святую Землю. И на корабле там в пути писал себе вот такую книгу про чуде, книгу Арс Кайми. Поэтому, опять-таки, изменить себя тяжело, потому что человек так с детства, он привык, он привык к этой идее, к этой музыке, он привык к этим взглядам. Человека свойственно любить то, к чему его приучили. Вот поэтому мы жалуемся воспринимать из детского садика XX-XXI веке. И поэтому ты видишь, что бедуины при всей их дикости их жизни, отсутствии наслаждения и скудности пищи, не любят городов, не получат удовольствия от благостроенности и предпочитают дурные условия, к которым они привыкли, к условиям хорошим, но непривычным. Их душе не доставляет удовольствия ни пребывания в дворцах, ни облачения в шелк, ни освежающие детства бани, умощений и благовония. Ну, что вам сказать, пример более чем актуальный. В Израиле есть бедуины. Любые государства не любят бедуинов не потому, что они бедуины, а потому, что они качуют с места на место. Сегодня тут, завтра там, кто живет, адрес, налоги, закон, преступления, а ты городу, ты городу, ты городу. Любые государства любят таких бедуинов и качующие племена в целом. Поэтому все государства приклад усилия, чтобы их, как сказать, не оцеловечить, а построить им города. В Израиле есть единственный город бедуинов, но из этого мы видим, что в основном не преуспели. У бедуинов есть дома, часто живут в палатке рядом, автобусы, экскурсии в Израиле возят, показывают, вот у них есть дома, но все равно не живут в палатке. Это вот у человека привык, он это любит, он это реально любит. У человека чрезвычайно тяжело. Вопрос. Как вообще евреи жили без догматики и без 13 принципов? Рамбома больше тысячелетних не тужили. Проблем не было больше, мудрецы не думали сформулировать, как обшел Рамбом на месте порядок. Это кто-то из Харькова спросил. Значит, смотрите, мы, во-первых, говорили, что это не догматичные принципы в плане того, что если ты в них не веришь, тебя случат зверевского народа. Значит, мы увидим и мы говорили и потом можем пройти. Есть полно других мудрецов, которые выдают другое число принципов, формулируют их по-другому. На самом деле, опять-таки, настоящая причина вот этих принципов это споры за веру. Я вам тогда, если хотите, зачитаю из книги профессора Кельнера из Хайфа, значит, он, значит, тоже анализирует тот же самый вопрос, почему раньше, значит, не было принципов подобных рамбомских, и приходит к следующему выводу, что поднятие ислама и возникновение караизма, оно привело к тому, что рамбом и до него стали формулировать принципы веры. То есть, первый кризис случился с караимами, да, то есть, мы говорим это там, 9 век, то Саадия Гаон вынужден был массу сил и энергии, написал кучу книг, вот эти все пульмусы, все эти бесконечные диспуты с караимом, да, то есть, чтобы объяснить евреям, в чем разница между нами и караимами, тем более, что караимы, это братья, да, то есть, вчера ходили в одну сыну другу, вдруг, бах, в конце 9 века они отходят от нас, и не только отходят от нас, говорят, что они, они настоящие евреи, на караимах были саддукеи, да, поэтому, опять-таки, сдуки, они отрицали некоторые принципы, некоторые принципы, которые, поэтому Толмуд у них постоянно останавливается, именно, то, что было контрабинсально, опять-таки, что принципы стал писать Раби Саадия Гаон, принципы веры, стал писать Рабейну Хананель, да, значит, Рабейну Хананель, это там, Рабин, который на полях Толмуда, конечно, он жил на полях, он жил, взять за 200 до Рамбама, да, значит, вот, но, значит, они, они стали излагать принципы, которые, опять-таки, бы отвечали, а особенно проблема обострилась с исламом, ислам, который очень успешно распространялся, вот, 9-10-11-12 века, и, который, опять-таки, был нисколько не политеизмом, нисколько не многобожием, подчеркивал единобожие, что было необходимо, было необходимо сформулировать для самих евреев, почему мы не мусульмане, почему мы не приходим к исламу, поэтому, опять-таки, мы видим, что работа Рамбама не первая на этой области, она просто самая удачная, и плюс, опять-таки, ее удачно там сформулировали и удачно расположили в Сидур, может быть, если бы до этого в Сидур поместили в принципе там Рабейну Хананеля, мы бы их сегодня читали, мы видим также, что и после Рамбама, да, значит, есть еще раввины, которые идут и формулируют свои принципы века, то есть, опять-таки, это уже давление христианской инквизиции, это вот споры за верой, которые Рамбан, Нахманин был в Барселоне, да, в середине XIII века, да, там полпоколения после Рамбама, поэтому, опять-таки, то, что раньше было понятно, это такие простые люди живут в нас в стереотипах, как Рамбам пишет, живут, не тужат, да, то есть, атаку Садукеев опять-таки, Садукеи говорили что-то очень-очень изощренное, сложное, для большинства людей, не то, что говорили фарисеи, не то, что Садукеи особо не доходило, ну так, по большому счету, стереотипно, в то время, как то, что говорили караимы, они говорят очень простые вещи, ислам говорит очень простые вещи, и даже для толпы, то, что утверждалось, спокойно дойдет, и тут же возникла проблема, что же у нас, почему мы должны держаться в своем еврействе, именно поэтому, опять-таки, вот эта вот атака ислама не силой, как это было с христианской интузицией, а именно образом жизни, да, то есть, в Испании все было спокойно, никто никого по большей части, больше, большинство мест не преследовал, образ жизни подталкивал к ассимиляции, исцеляция шла в исламское общество, потому что тогда оно было вполне нормальным и терпимым, если хотел продвигаться по службе, удобнее было быть человеком ислама, поэтому, опять-таки, и вот эта вот реальность, она подвигла Рамбома сформулировать то, что он сформулировал, а то, что, опять-таки, это стал пользоваться спросом, это именно, опять-таки, в противоставлении христианской интузиции и мусульманской попыткам насильно евреев перевести, в основном объяснить, кто евреи и что они. Есть еще вопросы на сегодня? Хорошо, поэтому мы здесь, опять-таки, вот остаемся, то есть мы сейчас в третьем принципе Рамбома, очеловечения Всевышнего, антропоморфизма, и опять-таки, здесь, опять-таки, нам не только важно, что Бог не интересен, это понятно, да, а именно, вот, как Рамбом описывает толпу, как он описывает стереотипы, это нам намек, как нам самим с этим в себе бороться, то есть не все то, к чему мы привыкли, оно правильно и верно. Правда, могу я у вас спросить? Да, да. То есть, получается, что раз наш мир проекция духовного, так, то рука Бога, это и есть настоящая рука, но нам не понять, что это такое, но человеческая рука, это аналогия. Это, во-первых, аналогия, мы увидим на следующем уроке, что Рамбом не просто говорит, ну, это так, аналогия для дураков, а вот на самом деле, мы увидим, что он не просто так вычеркивает руку Богу, Рамбом очень-очень сложный подход к подобным выражениям, это как раз на следующем уроке, поэтому чуть-чуть потерпите еще один урок. Он не просто вычеркивает все, так нужно Тору бах-бах и вычеркнуть. В этом есть, несомнен, также смысл, что в Торе написано рука Бога, Рамбом пытается его раскрыть. Одновременно постоянно напоминая, что от простых людей тайны и божественной науки, и медицины нужно скрывать. Вот такие дела. Спасибо, Рамбея. Будем ждать. Все, всего хорошего, до воскресенья. А, воскресенье сегодня. Я прошу прощения, в ближайший вторник не будет, у меня, к сожалению, похороны, в четверг, до четверга. До четверга. В четверг. Всем всего хорошего, будьте благословены, шалом-шалом, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok